Субтитры сделал DimaTorzok Все Мне очень хотелось посвятить выпуск этому великому человеку, пока он еще находится в добром здравии Дабы не омрачать его жизнерадостность грустным эпилогом Не сочтите за пессимистичный настрой возраст, сами понимаете Уж слишком велик список тех кумиров детства, которым хочется сказать спасибо, живите вечно Итак, Адриано Челентано Адриано Челентано, настоящая гордость итальянского народа, родился 6 января 1938 года Он был поздним, да и к тому же пятым по счету ребенком Мать будущего артиста Джудита забеременела им в возрасте 42 лет Как известно, чем старше роженица, тем сложнее роды, среднестатистически Ни о каких абортах, разумеется, и мыслей не было В Италии по сей день своего рода культ ребенка Все ради семьи, все ради детей Но скептично настроенные родители, ведомые возрастом и суевериями Были твердо уверены в том, что малыш или родится мертвым, или в любом случае скоро умрет Вопреки предрассудкам, мальчик появился на свет живым и здоровым Правда, знатно всех так напугав своим молчанием и еле заметным дыханием Имя Адриано перешло к нему от покойной сестры Адрианы Девочка умерла, когда ей было всего 9 Семейству Челентано, неудивительно, данная потеря далась крайне непросто Я знаю о ней лишь со слов матери, но именно она заставила поверить меня в существование рая Перед смертью Адриано сказала Мама, не плачь, мы еще с тобой обязательно встретимся на небесах Она верила в это, верю я Моя жизнь это игра Я всегда остаюсь ребенком и считаю, что это неплохо Люди вырастают и разучиваются играть А ведь самая большая искренность это радость ребенка Я никогда не перестану играть, так как это помогает мне в жизни Нельзя смотреть на жизнь слишком серьезно В таком подходе заключается секрет моей естественности Когда я что-то делаю, то знаю, что прежде всего предстоит сделать шоу Это именно то, чего зрители ожидают от меня Шоу на первом месте Но иногда я пытаюсь вложить в него свой посыл, который хочу передать людям Если шоу не удастся, то и посыл никто не услышит И тогда не будет ни успеха, ни смысла Играя, я могу ошибаться, ведь всем людям свойственны ошибки И я их не боюсь Главное, чтобы твои действия не навредили другому человеку Челентано рос, как ни странно, веселым, шумным, компанейским пацаненком Футбол, драки, все как подобает За свои шалости, которые не давали соседям покоя Его окрестили босоногим землетрясением Отец то и дело успевал ходить улаживать дела с другими семьями Сын то забор сломает, то в драку полезет, то к девчонкам пристанет Жили они в Милане на улице имени Кристофа Глюка Знаменитого немецкого композитора 18 века Район, населенный эмигрантами, считающийся чем-то вроде гетто В репертуаре Адриана даже есть песня Парень с улицы Глюка Этот парень с улицы Глюка однажды сказал Я еду в город, говорил он это со слезами Я спросил его Друг, ты не рад? Ты будешь жить в городе, там у тебя будет то, чего не было здесь Ты сможешь мыться дома Мой друг, сказал он Я здесь родился и на этой улице оставляю свое сердце Как же ты не понимаешь Ваше счастье в том, что вы остаетесь здесь Босиком играть на лугах В то время как я буду дышать цементом в городе Но придет день, когда я опять сюда вернусь Прошло 8 долгих лет И этот парень сделал карьеру Но не забыл про свой первый дом Теперь он может его купить Он возвращается и не может найти друзей, которые у него были Только дом на доме, смола и цемент Где вчера была трава, сейчас город И тот дом, утопающий в зелени Где он теперь? Я не знаю, зачем продолжают строить дома Не оставляя травы Песня, написанная в соавторстве с товарищами детства Облетела весь мир Возглавляя хит-парады Италии в течение 6 месяцев Вот и сомневайся потом, что у этого мира нет особых планов на конкретных людей В 1943 году Челентано решил прогулять буквально ненавистную школу Мама особо не противилась Как потом выяснится, не зря Школа была разрушена из-за бомбардировки города Большинство детей, находившихся там, погибло Мальчик в поисках места под солнцем так никогда учебу и не продолжит Я родился в очень музыкальной семье Все умели петь, кроме меня На шумных застольях я был белой вороной Даже подпевать стеснялся До обнаружения в себе талантов, кем он только не работал И точильщиком, и водопроводчиком Однако любимая профессия, покорившая его целиком и полностью Профессия часовщика По сей день остается таковой Мое самое любимое увлечение – ремонтировать часы Прежде всего я часовщик И только потом – певец, актер и режиссер На вопрос, жалеете ли вы, что оставили учебу Он всегда отвечал – нет Да, история полна примеров недоучившихся гениев Но не каждому так может повести Пламкор – телеграм-канал, направляющий людей в нужное русло Чтобы те без затрат для себя могли А. Узнать всю актуальную информацию об онлайн-профессиях Б. Экономить время на серфинге интернета в поисках крутого курса С которым потом еще придется несколько часов ознакомливаться, дабы понять Окажется ли найденный курс полезным или нет Там размещаются статьи, из которых уже, если можно так выразиться, слита вся вода Вам остается лишь изучить основные тезисы Все это абсолютно бесплатно и далеко от бизнес-тренингов Ссылка в описании Продолжаем Летящий по всему миру культ Америки не обошел стороной и Адриана В начале 50-х он увидел висевший на стене местного клуба портрет Элвиса Пресли Юный бунтарь был так обворожен, что решил кардинально переосмыслить свое отношение к музыке Он раздобыл гитару, выписал аккорды и приступил к обучению Я до последнего была уверена в том, что он единственный из нашей семьи, кто совершенно не умеет петь После нескольких месяцев упорных тренировок, успех не заставил себя долго ждать Адриана присоединяется к местной команде Rock Boys Как уже было сказано ранее, культ Америки Энергичная музыка плюс его эмоциональное исполнение позволило им покорить публику за считанные дни И без того парень, не обделенный женским вниманием, стал кумиром всех девушек в округе Готовы? Цитата Я всегда... Позже я научился следить и за ними Тихо-тихо, волчонок, леди мой друг и не будет кусаться, а? Не будет, будет волчонок Ай, не смей давать волю рукам У тебя в руках яйца, если ты их разобьешь, что скажет твоя мамочка? Полоумный, катись к черту Финансовый вопрос стал потихоньку решаться Поначалу Джудита, взрослая женщина консервативных взглядов, выросшая на совершенно другой музыке, не одобряла подобное Он пел странным голосом и дергался как припадочный За такое поведение его прозвали Малиджата, на пружинах Мне было стыдно Вокруг них всегда крутились полуголые женщины Когда сын принес в дом первые деньги, заработанные своими песнями, я шевырнула их ему в лицо Это были грязные деньги Он еще потом долго обижался Однажды Адриана пришлось выступать с высокой температурой Меня так растрогало, что больше никаких ссор по этому поводу не было В 1957 году Рокбойс дали очередное представление Но уже такое, что на следующий день парнишка с улицы Глюка получил такой же титул, как и у своего кумира Король рок-н-ролла Диалог между участниками коллектива Ну и как мы теперь будем называться? Не переживайте Завтра нас уже будут называть Челентано ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 1960 году Адриана получает приглашение сняться в эпизодической роли от маэстро Федерико Феллини В произведении «Сладкая жизнь» Феллини никогда не скрывал, что во многом дело было в популярности музыканта Половина Италии ринется в кино искать своего любимчика на большом экране Закралась первая любовь к кинематографу Но сперва армия Зачем вы меня ищете? Что случилось? Не придуривайся, сам знаешь Я знаю Да откуда же? Ты что, не хочешь идти в армию? Я не хочу Ты слегка задержался Через неделю будет три года, как ты получил первую повестку Быстрее собирайся, на этот раз ты не сможешь с отвертеться Рокко Как ты думаешь, я должен идти? Он еще спрашивает Служба далась легко Среди людей, занимающихся военным ремеслом, он также оказался известен Тем не менее, без приобретения фобий не обошлось Я ужасно боюсь летать Как-то раз во время службы я потерял сознание в самолете В том же году мир увидел сразу два его новых альбома Клан Челентано 19 декабря 1961 года состоялся очередной песенный фестиваль в Сан-Ремо Получив премию за очередной хит, песню 24 тысячи поцелуев Адриано открывает собственную фирму грамзаписи под названием Клан Челентано Немногим позже его примеру последуют такие мастодонты мировой музыки, как группа Битлз Но как это часто бывает, где бизнес, там деньги, а где деньги, там ссоры Друзьям все никак не удавалось найти равновесие в совместной работе Кого-то не устраивало разделение доходов, а кого-то тень без пяти минут великого человека Клан претерпел два колоссальных изменения Первое, друзей заменили родственники Второе, во главу угла Адриано поставил свою супругу Клаудио Мори Ты слышал о Кармелии? Он женится на тебе Ну значит ты раскаялся Значит у Пасхуалина будет отец Возможно, кому-то следующие несколько минут покажутся скучными и затянутыми Так как предстоит внушительная цитата Но в конце концов он состоит в браке с Клаудией с 1964 года 55 лет бок о бок Не мудрено, что им есть что рассказать Клаудио Экучи куи Нас немного сблизилась ситуация, когда она задела какой-то провод Лампочка в осветительном приборе лопнула и поцарапала мне лицо Клаудио тут же подбежала с платком и вытерла мне кровь Клаудио, послушай Я знаю, что это не будет иметь никакого продолжения Потому что... Потому что это так Но со мной случилось нечто И я не знаю, кому об этом сказать Есть здесь один кретин рядом со мной Но он спит Я пробовал поделиться с ним Он проснулся и был в шоке Но мне кажется, этого недостаточно Может лучше я расскажу обо всем тебе? Она немного помолчала Потом попросила обо всем ей рассказать Я сменил тон и был серьезен Да так, хотел сказать, что влюбился в тебя Ну пока Спокойной ночи В тот день я впервые услышал от нее Что она меня тоже любит Разрыв отношений с прежним женихом Знакомство с родителями Подготовка к свадьбе Все пришлось делать быстро Ведь практически сразу после начала отношений Клаудия забеременела В 65-м году у них родилась дочь Розитта Годом позже у них родился сын Джакома А спустя пару лет Случилось очередное пополнение семьи Дочерью Розалиндой «Дай che si va, diamo un calcio alla città Senza stress, problemi e mal di testa Se guardiamo in mai però Sono sicura non si va Ogni volta rimandiamo una gran festa Pensa un'isola senza nuvoler E pensiamo un po' più a noi Однажды Адриана изрезал все мои мини-юбки Которые я постоянно носила Тогда мне пришлось зайти в магазин Чтобы купить новые Но в этот раз я взяла все самое дорогое Несмотря на семейные узы Челентано оставался все таким же бабником На съемках фильма «Укращение строптивого» У него закрутился роман с Арнеллой Мути СМИ быстро придали их отношения Широкой огласке Клаудия забрала детей и ушла из дома Я знала о его интрижках и все понимала Зато он прекрасный отец Да и муж замечательный В 1973 году скончалась его мать Ее смерть стала неожиданностью Потому что я знал, как она меня любила Мир сразу стал таким маленьким Она говорила В тебе есть сила, которой нет даже у меня А у меня всегда все ходили по струнке Но когда она умерла, я понял Что настоящей силой обладала именно мама Помню, что пока гроб вносили в церковь Я подошел к священнику, предупредив Клаудию Я зашел и сказал священнику Послушайте, я вас прошу Когда вы выйдете в церковь и станете говорить Расскажите о рае Священник удивленно посмотрел на меня Хорошо, но почему вы просите меня об этом Я повторил Расскажите о рае Скажите, что моя мама находится на пути туда Вы никогда не говорите об этом А для меня это важно Наверное, причина просьбы состоит еще и в последних словах его сестры Когда-то пыталась успокоить маму словами о путешествии в рай Вообще, Адриана глубоко верующий человек И что ты произошел? Что ты произошел? Что ты произошел? По-другому, многие говорят о твоей криси religиозной Криси? Да, я не буду называть Криси Как ты называешь? Я называю так, моя пассия для религиозной Я всегда был криси, я всегда был криси Я всегда был криси, я всегда был криси Он родился, когда все пророчили ему смерть Выжил при бомбардировке Встретил женщину, вместе с которой встретил старость За свою карьеру на данный момент Адриана уже выпустил более 40 альбомов Только с 1977 по 1979 вышло 6 пластинок Несмотря на советы акул музыкального бизнеса Он никогда не задумывался о правильной стратегии продаж Игнорируя советы, что людям нужно давать успевать по тебе соскучиться Я никогда не гонялся за успехом И не знаю никаких секретов, как его достичь Может поэтому он меня и преследовал Думаю, если бы я знал какие-то секреты То успех не пришел бы ко мне Вдруг стать неинтересным или непопулярным Это меня никогда не пугало Я всегда знал, что владею ремеслом К которому смогу вернуться в любой момент У меня всегда были мои верные друзья И моя семья Это главное, что имеет значение в этой жизни Такое отношение к популярности Легко и просто объясняет его любовь к экспериментам Что в музыке, что в кинематографе Наверняка вы слышали А если нет, будете неслабо так удивлены Адриано Челентано является одним из первых Кто записал песню в стиле Только зарождавшегося тогда жанра Рэп Конечно, она сильно отличается от привычного нам звучания Сформированного современным стилем Но это тот самый хип-хоп в духе Run DMC Логично, почему сингл ворвался в верхушки американских хит-парадов Я остаюсь экспериментатором По своей природе я всегда в поисках того, чего нет Что касается музыкальной сферы Не хочу говорить, что естественные звуки Не электронные являются превосходящими Электронная музыка, как бы то ни было, притягательна А в 1992 году из-за тяги к поискам чего-то нового Пришлось столкнуться с банкротством Фильм Jackpot Бюджет картины, срежиссированной самим Челентано Составил 18 миллиардов лир Прибыль составила всего 105 миллионов Ему всегда нравилось работать в студии Чего не скажешь о концертной деятельности Скорее всего, причина кроется в аэрофобии Но и Италия концертами не избалована Вспоминается случай бесплатного выступления Адриана в больнице Он тогда только-только стал получать большие гонорары И, как правило, часть денег идет на роскошь Был тогда долго не мог заснуть Выхожу на улицу, а там несколько сотен человек Это собрались жители Милана, переживающие за его здоровье Диалог с публикой Чего вы тут орете? Я спать хочу Все обрадовались его появлению Голос из толпы Спой нам что-нибудь И тогда вы уберетесь? Ладно, спою вам одну песню Толпа просто взорвалась от радости Правда, была исполнена не одна песня А состоялось целое часовое представление Согласитесь, подобные диалоги В таком образе некого циника Идеально гармонируют с хорошо нам известными ролями Возможно, именно поэтому Он так органично смотрится на экране У него была очень красивая девушка Чему его близкие друзья неоднократно удивлялись Любил играть в азартные игры Значит, ты точно решил бросить игру? Решил Я обещал Сильвии Никаких карт, лошадей и парик Хочешь поспорить? Имитировал грубое обращение с толпой В то время, как делал для них все возможное Часовое выступление под гитару Со сломанными ребрами Челентано всегда боялся двух вещей Жить без любви И смерти Всенародная любовь помогла ему преодолеть вышеперечисленное Несколько лет назад в одном из своих интервью он сказал следующее Я – это 55 миллионов итальянцев Люди любили и любят его И они знали, что он любит их Знаете, как говорят в Италии? Пап римских у нас много А Челентано у нас один В 2012 году в рамках гастрольного тура Состоялось всемирно известное выступление в городе Верона Концерт обязательный к ознакомлению Тот самый вечер, билеты на который стоили всего лишь 1 евро Я хотел, чтобы на мой концерт могли попасть не только те, у кого есть много денег Потрясающее выступление, вновь рекомендую посмотреть Что касается веры На протяжении всей жизни Адриана не переставал верить в Бога Но он и критиковал церковь на миллионную аудиторию, вещая о ее проблемах Что касается детей Детям, несмотря на попытки, так и не удалось покинуть тень отца Что касается поклонников Когда родилась первая дочь, больница была окружена фотографами Которые жаждали получить эксклюзивные кадры Увидев, что лицо молодого отца все в слезах, репортеры убрали свои фотоаппараты Челентано принял такой жест с огромной благодарностью Позже он дал каждому небольшое интервью и провел небольшую фотосессию с дочкой Что касается политики Сильвио Берлускони получил письмо от нашего любимого бунтаря Где тот назвал его Сильвио Коррупционе Я не люблю всех политиков Им катастрофически не хватает честности Что касается фильмов Актерская деятельность практически прекратилась Режиссерская тем более Зубхозяин Счет Вот он я Ноль 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 У них тут дешево Шарлотта На сладку у них только фруктовый пирог Нет, не шарлотка Комната с паспортом стоит сто франков Без паспорта 300 франков А без франков сколько стоит? Дай мне карабин Сержант Слушаю вас Как его зовут? Серафина Хиарин Снимитесь с дежурства и влепите пять нарядов Слушаю Как можно отдавать оружие постороннему? Капитан сам взял у меня ружье Ведь вы же попросили Винтовку никому нельзя отдавать Вдруг я твой противник, что тогда? Вы не противник, а капитан Я вас хорошо знаю Это вы придираетесь ко мне Вы где нашли этого кретина? Сами во всем виноваты Это вы, идиот Что вы мне сказали? Давай сюда свой карабин Я ей отдал А вы мне пять нарядов за это Сейчас как дать подождем Ах, ах Ох, святая дева Мария Неужели ты не избавишь меня от этой ужасной боли Хоть на одну ночь Или ты опять хочешь, чтобы я промочилась до утра Дрянь-то последняя Ой, нет, 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 нет Я не то хотела сказать Я не про тебя Сколько сахара? Два, но чтоб я видел Я хочу пить А ты, я вижу, не смеешься? Нет Да ты посмотри Посмотри на экран Разве не забавно? Видишь, как он полетел Нет Над упавшими смеются с тех пор, как стоит свет А ты что же? Да ведь он Ударился, ему больно Об этом говорил даже Чаплин Лежит банановая кожура Подходит человек И трах Он упал, подскользнувшись на кожуре В зале смех Спокойной ночи Это ужасно Ужасно Ты сильно ушиблась? Конечно Что за вопрос? Мьешься? До меня дошло Человек упал Нужно смеяться Но ты не обманываешь меня Ты сильно ударилась Сильно ударилась Сильно ударилась Что касается личной жизни Вы и сами все видели Что касается музыки За несколько десятков лет Мэтр попробовал себя во многих жанрах Написал не один хит Субтитры создавал DimaTorzok Его альбомы разлетелись по всему миру Сейчас Адриана 81 год Он по-прежнему со своей супругой По-прежнему борется за свои идеалы И он по-прежнему Чилинтана В этом мире мы пока живем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok